мотивации. То есть, почему я долго не уезжал, почему я не уехал сразу в тему? По нескольким причинам, безусловно. Но одна из них была в том числе и такая, что я понимал, что не я это начал, не я в этом виноват, а вокруг есть люди, которые зависят от меня, за которых я отвечаю, и они тоже ни в чем не виноваты. И кто будет о них заботиться? Кто позаботится о моих близких? И даже не о близких, а о далеких. Вот есть дети в хосписе, есть старики в доме престарелых. Если мы все уедем, кто будет о них заботиться? Кто-то должен оставаться, кто может уехал, кто может остаться и знает, понимает, что он принесет пользу, пользу больше здесь остались и правильно сделали. Потому что они от того, что они уедут, особо, может быть, какие-то эмоциональные, скажем так, люди, ну, они будут счастливы минуты на три. Вот кто-то еще уехал. И что? А дальше что? Ну да, что это изменит? Ну, поэтому это вопрос очень личный. И задавать им нужно каждому конкретному человеку. Я уверен, что придет такое время, когда и у тебя, и у всех желающих будут возможности задавать вопросы такие напрямую всем, кому хочется их задать. ну, я точно не могу, не имею права отвечать за них. Слушай, а если про тебя лично говорить, что тебе пришлось это самое тяжелое такое принести в жертву для того, чтобы решиться уехать и вообще-то жить так, как ты сейчас живешь свою жизнь? Чем ты рисковал? Что ты оставил? Что самое такое болезненное, самое пришлось сделать выбор не в пользу этого, грубо говоря. Ну, здесь ответ очевиден, мне кажется. Я потерял возможность общаться со своей семьей, с детьми. Я больше не вижу своих детей. Вообще они не приезжают к тебе? Нет. Я не могу видеть свою семью. Это мучительно. Но это мой выбор. Я осознаю, что это та цена, которую я плачу за свою свободу. И я надеюсь, что и за их тоже. За их право на будущее. А есть ли у тебя сейчас на примете какие-нибудь актеры, режиссеры, продюсеры, которых ты считаешь профессионалами, то, что ты уважаешь в профессиональном плане, но при этом они, например, поддерживают войну? Можем ли мы отказать злу в таланте? Скажем так. Вы можете, конечно, отказать, но оно от этого не перестанет быть талантливым. Пять, посмотри. Я не хочу, чтобы ты называл меня фамилией. Нет, смотри, просто смотри, смотри, это очень важная тема. Я, чем дальше, тем острее я это ощущаю. Мы все находимся в таком запредельном напряжении. Мы все настолько скованы этим ужасом и этим недоверием друг к другу. Нас так чудовищно разделили на самом деле нас всех. Неважно, с какой стороны мы сейчас находимся в границе, что даже вы, люди добрые и теплые по сути своей. Я понимаю, что у вас такая профессия. Но вы меня сейчас пытаетесь все равно вывести подсознательно. Я верю, что не специально. Но вы меня пытаетесь вывести все время на конфронтацию. Но вы меня пытаетесь противопоставить меня как типа добро тем, как какому-то типа злу. Я не хочу рассуждать в таких категориях. Это очень, очень, это неправильный путь. Обратите внимание, как грамотно Артур Смольянинов выстраивает. То есть, он так мимоходом дает понять, что заботиться о стариках в хосписе и о сиротах в детских домах могут только они. Вот те, которые, условно говоря, уезжанты. Вот это их прерогатива. Государство, оно не будет заботиться о них. Это ведь те люди, которые постоянно говорят, что надо давать больше на культурку, давать больше на театры. Миллиарды тратит государство на театры, а им все мало, мало, давайте больше. Если не давать все эти миллиарды на культуру, то как же они будут жить? Как они будут фуагра на икру намазывать? Очень, на самом деле, грамотно выстраивает беседу с журналистом, журналисткой, надо так о нем говорить, из новой газеты Артур Смольянинов. Его оппонент, такой вот сетевой, Саслан Федаров, коллега по девятой роте, про которого Артур говорил, что если он окажется на Ленисе, прокисновение, он его застрелит. Вот мне с Сасланом Федаровым доводилось разобеседовать. И я должен признать, что так гладко не умеет выстраивать Саслан Федаров. Вот он, наверное, в какой-то в полемике за круглым столом он, наверное, Артуру Смольянину проиграл. Только вот почему-то я Саслану Федарову верю, Артур Смольянинову нет. Может быть, за столом бы в дискуссии Сасланом Федаров может быть, вероятно, проиграл бы Артуру Смольянинову, но на линии соприкосновения, как угодно называйте, ленточку и фронт. Он, безусловно, победит. Победа будет за нас. По-любому. И о стариках мы наших позаботимся. И о сиротах тоже. Плохо, что есть сироты. Плохо, что есть старики, из-за которых некому вписаться. Но это не прерогатива тех, кто уехал. Кстати, чтобы два раза не вставать, вчерашняя новость, 40% релакан в России уже вернулись. Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули. Артур, я посмотрел твое интервью и вот, что хочу тебе сказать. У тебя многомиллионная аудитория, Артур. И они тебе верят, а ты их обманываешь. Артур, не делай этого. По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет. Артур, я тебе передаю привет от Мамая, от Алексея, от Никиты, от Магомеда, от Ахмеда, от Алана и от всех тех ребят, которые не вернутся больше домой. Артур. Вас удивила реакция вашего коллеги Смолинина, что он там... Честно, когда я... Да. Вот прям вот как называете вещи своими именами. Я очень громко смеялся. Я сам по себе такой человек, до меня долгой информации доходит. Я потом осознаю, что произошло. Ну, не знаю, как-то так. Но, когда он говорил, что он там на поле боя стрелять, не стрелять, но... То есть, на самомочной площадке он никак себя не проявил, когда девятую роту снимали, все было, он был такой же, как и все остальные. То есть, да, удивительно. Все было нормально, все хорошо. Почему Бондарчук никак не комментирует, Федор, вот эту, эту ситуацию? Все-таки, ну, это его подопечный, как вы считаете? Вы с ним не общаетесь, да, общаетесь? Общаетесь? Ну, как его позиция, как вы считаете, у Бондарчука? Я в чужие головы же не могу сказать. Понятно, вы ответили. Поэтому, я с ним в очень хороших отношениях с Федой Сергеевичем. Я его очень сильно люблю, уважаю, за нужно. Он, одно могу сказать точно, он очень сильно любит нашу страну. Да? Да. Ну, хотя бы, хотя бы за это спасибо. Это программа «Мой район». Вместе, слава богу, и слава богу, даже за лентой, как бы, все собрались в один кулак. Это очень важно, и там русский, осетин, там чеченец, бурят, эта сплоченность, она очень... Но наше поколение росло так, что не делили бурят, чеченец, Советский Союз. Я в школе, вот я в Советском Союзе, я даже не знал, кто он, кто он, кто он, кто он. Ну, он одноклассник, вот я с ним тут рядом сижу, какая разница? Мы вот с моим другом абхазцем, допустим, очень много находим общего в разных культурах, а вроде бы разной культуры, а очень общего в любой культуре. Поэтому надо уважать друг друга, любую культуру, и мы многонациональный народ, все-таки у нас очень много хорошего, очень много хорошего. Что бы вы сказали бабушкам и матерям, не только присутствующим здесь, а всем бабушкам и матерям, у кого дети там? У меня только одно чувство, низкий поклон, вот прям на коленях перед каждой я готов поцеловать руки каждой бабушке, потому что это, на самом деле, такое правильное воспитание, которое дали наши бабушки. И я всегда, даже старшим, всегда говорю, вот не дай бог вас не станет, то все, это будет плохо очень, потому что мы тянемся к вам и берем у вас. Даже когда я о чем-то прошу Бога, я всегда прошу пока, чтобы старший попросил у Бога, потому что молитвы старшего, они всегда ближе к Богу. Эти люди, они ближе к Богу, в любом случае. Мы еще маленькие перед ними и многого еще не знаем. это программа «Мой район».